здрасте господа начинаем сегодняшний вебинар посвященный эзотерике меня зовут андрей андреевич дуйко называется сегодняшний вебинар эзотерика это андрей дуйко обучение ответы на ваши вопросы 23 февраля вы написали сейчас целый ряд вопросов я сейчас их открою также хочу сказать что трансляция одновременно будет у нас идти и в инстаграм и фейсбук и так далее ну что давайте начнем и так на для бармина здрасте андрей андреевич ваша ученица очень прошу пожелать и моему сыну дмитрию здоровья и счастья спасибо большое конечно всем детям желаю счастья и здоровья пусть будут счастливыми как матери необходимо выпрашивать своего сына складывайте руки утром особенно или вечером и говорите от чистого сердца так как будто вы его гладите или обожаете и здесь самое важное это материнская любовь говорите пусть мой любимый сыночек пусть каждая дверь перед тобой открывается представляете двери будто открылись стоит за двери это коммуникация пусть каждый человек тебя видит и каждый с тобой хочет общаться пусть все люди которые с тобой встречаются на пути относятся к тебе хорошо пусть там на работе тебя обожают будь всегда на хорошем счету пусть хотят тебе заработать вернее оплатить там заработную плату пусть всегда повышают пусть деньги свободно тебе даются и вот таким образом можете написать для себя тексты можете выпрашивать для своего любимого ребенка проводя вот такую ее можно назвать медитация в виде молитвы то есть это я называю выпрашиванием или молитвой за своего родного сына поэтому это самый лучший самый такой прием он действительно очень эффективный что лечит или что помогает помогает материнская любовь она конечно имеет невероятную огромную силу и это очень помогает уже мы андрей андреевич после лечения врачей дочь сильно похудела не может набрать вес нет аппетита можно ли помочь эзотерически ваши препараты могут помочь или порча какая просто безысходность это может быть каким-либо заболеванием вы знаете что в сейчас в голову придет может быть одессона может быть заболевание сахарный диабет первого типа или даже какие-либо аутоиммунные заболевания и что угодно может быть заболевание легких там перенесенная интерсициальная пневмония там ну что хочешь одним словом или это депрессия даже она может тоже сопровождаться худобой каким образом или как можно вылечить но прежде всего это обследование врачей это однозначно до получения полного стопроцентного диагноза второе в случае если заболеваний нет у ребенка то начать принимать гейнеры есть очень хорошее средство в спортивных питаниях продается это гейнеры это специально спортивное питание сделано из белков и крахмала наверно и быстро усваиваемых или усвояемых углеводов быстрых углеводов но как правило выжимать вы видите что с ней происходит замк очень часто бывает что человек добровольно отказывается от пищи не хочет кушать специально есть еще психические отклонения там булимия или наоборот отказ от пищи и вы знаете у девочек это очень частое явление порча скорее всего у вашего ребенка порчи нет 23 вот это трудяга что 23 трудяга зайчики мои 23 февраля а что 23 февраля нельзя для меня 23 февраля не праздник поэтому зря вы меня поздравляли я не считаю это праздником для себя виктория здрасте андрей андрей с праздником здоровья спасибо как сделать чтобы мой муж и сын не принимали алкоголь силу нет моих я сама инвалид тяжело видеть это я конечно же расскажу каким образом делать так чтобы человек не принимал алкоголь и как избавляться от этих проблем но у вас не хватит сил для того чтобы это сделать дело в том что когда человек один влияет на другого человека он должен знать что он может эффективно влиять или неэффективно и очень часто люди которые не занимаются развитием эффективности влияния они влияют неэффективно то есть влияют как бы чуть-чуть по чуть-чуть как попало а как же влиять ну я научу но это не значит что это будет с вами работать многие люди которым я это рассказываю я раньше это все скрывал сейчас рассказываю почему я не боюсь рассказывать у многих это не получается почему не можете сосредоточиться у вас нет энергии вы не знаете как происходит отдача вы не знаете как можно повлиять вы не знаете как это все работает поэтому перед тем как начинать влиять или спрашивать об эзотерике у эзотерика эксперта необходимо наверное сначала развивать это чем человек влияет он влияет психической энергией которая как известно возникает у человека в тот момент когда он испытывает состояние радости удовольствия или любви и в случае если у вас это есть и вы знаете что у вас это накоплено то вот такой энергии вы можете влиять как это сделать это целая лекция отдельная смотрите мои первые ступени на выложено доречи кстати бесплатно прямо в youtube канале моем на котором вы сейчас находитесь там я об этом все рассказываю ну так вот смотрите жизнь человека устроена по принципу карт леви что это такое человек когда живет то его видимая часть которую мы видим которая ходит по этому миру она называется видимой материальной частью но согласно эзотерическим знаниям существует еще перевернутая эзотерическая часть которая ходит в зеркальном отражении под землей или под человеком это темная сторона то светлая сторона идет над землей темная сторона идет под землей таким образом человека разделяет земля если представить человека обвести его указательным пальцем представляю его сверху тем кем он является и снизу тем кем он является то есть просто своей копией зеркально отраженной и сказать пусть самое злое проявлю проявится сейчас в моем сыне и муже после чего представляете сына как будто он пьяный матерится злой вы знаете очень важно заметить в человеке вот то проявление алкоголя которая типична для определенного качества то есть вот у каждого алкоголика есть определенное проявленное качество определенный какой-то необычный взгляд взгляд или определенный необычный рефлекс который он проявляет исключительно когда он в пьяном состоянии это особые взмахи рукой или особый вид лица или особый взгляд даже или особые даже слова в этот момент вы должны максимально вспомнить и найти того кто отличается на сто процентов от вашего сына или мужа увидеть это существо или увидеть этого сына вашего которого так перекривлен за счет этого алкоголя и представить будто вы берете вот этого алкоголика и вне вверх тормашками под землю раз ставите а сверху ставите обводите хорошего улыбающегося которым вы обнимаетесь и которого вы целуете после этого и первого и второго запечатывайте со словами ом ахум хохохрим и ставите ваджарные крестики в случае если вы не умеете это делать я рекомендую пройти мою первую ступень обязательно делайте ритуальную защиту перед тем как вы начнете это делать и делайте все через призму которая называется призмой своего духовного имени если первое второго нет то не начинайте пробуйте а сама инвалид мне вас жаль что вам сказать любовь туляева с праздником вас нету для меня праздника ждем сертификат на квартиру получим в этом году не получите киреева светлана благополучия радости вашей дружной семье подскажите стоит ли продавать квартиру дочь настраивает не торопитесь сейчас продавать квартиру эти деньги улетят у вас в трубу те деньги которые получатся с проданной квартиры они не пойдут на добро вы не сможете не поменять жилье не приобрести ничего нового бизнес который захотите сделать не получится одним словом и квартиру потеряйте ничего нового не приобретете поэтому не торопитесь доброго дня предскажите акция доля детей мартин владимир назарин максим отвечаю на один вопрос только на один люда ты слюк мартин влюбиться женится девушка будет невысокого роста худая кори глаза даже светловолосая чем-то что будет заниматься но физической активностью вот физические тренировки жизнь будет интересно будет и имущество и семья родиться мальчик все будет хорошо у сына проблемы есть выход выход всегда есть всегда жизнь продолжается вся наша жизнь это выход здрасте уважаемый учитель скажите пожалуйста как наполняться энергии какая эзотерийская формула энергии отвечаю уважаемая эля че джу не на че джу не на че джу не на и так элла чужу не не как наполняться энергии отвечаю и видите даже не задумываясь сам практикую потому что методом хватает и так сегодня хочу вам дать целую лекцию первое хастрико занимайтесь хастрико это за это улучшит вас энергии физического плана как заниматься хастрико и показываю активно дышите при этом выпячиваете и втягиваете живет приблизительно так после этого делайте выдох и считайте до 10 раз два три 4 5 6 7 8 9 10 и вдыхайте носом и снова делайте так утром и вечером если делать так утром и вечером от одной до трех минут то помолодеете уйдет болевое ощущение изменится состояние здоровья улучшится самочувствие вообще будете себя очень хорошо чувствовать второе улучшить психологическое психоэмоциональное состояние когда вы ложитесь ночью спать когда вас никто не видит и вы выключаете свет то вы обычно делаете так берете сотовый телефон начинаете играться в сотовом телефоне когда вы его выключите этот сотовый телефон кстати хочу сказать что сотовый телефон более всего заполняет негативом вашу жизнь и забирает у вас вашу хорошую судьбу ладно это неважно и так когда вы ложитесь спать отложите телефон лягте как вам удобно и с открытыми глазами произнесите слова все что было плохое в моей жизни отдаю тем кто хотел сделать или тот кто делает со мной плохое забирайте и все хорошее что было в моей жизни посвящая богу порядка богу порядка что такое бог порядок для эзотериков которые занимаются эзотерикой бог является богом который создает порядок надо же какой порядок как же невидимое искушение избави от лукавок какой же порядок если вокруг один бардак так вот эзотерика в моем понимании она или эзотерики которые обучаются у меня они верят в бога порядок что это за бога порядок это некий порядок который создает бог когда рождается человек по нашему замыслу эзотерическому каждый человек рожден на земле для того чтобы испытать максимальное удовлетворение и удовольствие от жизни перед своей смертью то есть человек прожил получает удовольствие и перед жизнь после своей перед своей смертью получает тотальное удовлетворение бог создал человека для того чтобы человек как в раю получил 100 удовольствий 100 радостей и завершил все полным удовлетворением своей жизни то есть это наш порядок но из-за того что вокруг существуют нечестные люди хитрые лживые это все создает беспорядок, который приводит человека к тому, что с ним происходит. Поэтому, когда человек говорит, я это посвящаю Богу порядку, он посвящает тому, чтобы в его жизни был порядок, чтобы его жизнь таким образом упорядочила, чтобы в жизни было счастье. Вот так. Кстати, как сделать так, чтобы во всем мире было счастье у людей? Послушайте, не надо было выдумывать тысячу и один принцип. Это было так сложно. Вообще, знаете, что тысячу и один принцип очень сложно и тотально сложно, наверное, соблюдать. Там тысячу законов Ману, семь грехов, 17 законов, и так далее. Это все так сложно, их так много. Вообще, читая какую-либо религиозную литературу, я ее очень уважаю, если честно, я это честно, то всегда знакомишься с огромным количеством законов. Но дело в том, что законы эти сводятся к двум принципам. К двум. Двум принципам счастья людей на земле. Первое. Вот было бы хорошо, если бы люди не хитрили, ведь все остальные смертельные грехи являются сопутствующими слову хитрость. Смотрите, не убей, схитрил. Не укради, схитрил. Не лги, не хитри. То есть, послушайте, есть одно слово. Зачем? Если было бы так, любая хитрость и любая ложь в ад попадешь, любая хитрость, любая ложь, в ад попадешь, то мир был бы идеален. Вообще идеален. Второй закон. Первый закон Дуйко для счастливой жизни людей на земле. Первый закон звучит так. Не хитри. Жизнь будет идеальная. И второй закон Дуйко звучит так. Если есть выбор быть добрым или быть злым, выбирай доброту. То есть, будь добрым. Вот смотрите, какая была бы жизнь, если бы люди в тот момент, когда хотят наорать, промолчат. Когда хотят кому-то замечание сделать, промолчат. Когда хотят кому-то там швыркнуть, швыркнуть, кидануть, не сделают этого. Мир заключается в том, чтобы проявлять любовь. А любовь заключается не в том, чтобы говорить, я тебя люблю, а в том, чтобы когда хочешь нахамить, промолчишь. Когда хочешь использовать, сам сделаешь. Когда хочешь погладить, сделаешь и не будешь стесняться. Когда появится любовь, будешь безвозмездно заботиться. Эта любовь, она больше восточном. Ой, люблю, люблю. Кому нужны эти слова? Любишь ухаживай, любишь заботиться. Люди, которые ухаживают за своими детьми ДЦПшными, с самого их рождения до самого позднего возраста, они ангелы на этой земле. Они ангелы. И они могут, вот такие люди, они святые. Я таких людей воспринимаю и приравниваю к рангу святых людей. А тех, кто болеет, тоже святые. Поэтому формула энергии, еще есть третья формула энергии, она звучит так. Утром, когда вы проснетесь, сядьте, и когда вас никто не видит, улыбайтесь. Почему? Смотрите, жизнь устроена по принципу коммуникации. Ребенок улыбается маме, мама тянет к нему ручки. Если вы улыбаетесь и вас никто не видит, кому вы улыбаетесь? Отвечаю, Богу улыбайтесь. Если улыбаться Богу, Он вас видит. Поэтому для того, чтобы Бог на вас обращал внимание, смотрите, как все устроено. Чем больше человек кривится, тем больше бесов будет. Почему? Когда человек кривится, кого он зовет? Бесов зовет. Бесов, подселения, порчи сглазы, ненависть там и так далее. Это все перекривленные мордочки. Что вам, когда никто не видит, даже скривленный ходит такой. Тогда что нужно делать? Научите себя улыбаться, люди. Научите улыбаться, когда вас никто не видит и обращайте свои улыбки к Богу. Сидите просто и улыбайтесь. Это даст везение и нереальную энергию в жизни. Потрясающую, огромную, взрыв энергии просто. И здоровье, и успех, и счастье, и радость. Все будет. Будете болеть, если заболеете вместо 30 дней, 5 дней. Вот такие формулы энергии. Полезно ли представлять себя в горящем огне? Надо проходить мою ступень первую, я там об этом рассказываю. Но для вас специально вспомним. Итак, наверное, вы помните мою первую ступень, я там рассказывал. Есть книга, она называется «Обращение внука Вильзевула к своему внуку». Как-то так. Ее написал Гурджиев. Или «В четвертом пути» это он написал. Но там есть воспоминания. В начале книги есть воспоминания, и где он пишет, что когда я приехал во Францию, и там у меня уже были люди, и мы делали первые пьесы, то в этот момент я разбился на автомобиле. Да, была такая история, он разбился на автомобиле. Он настолько разбился на автомобиле, где он в дальнейшем своей дочери писал, Анна, по-моему, дочь звали, он писал своей дочери следующие слова. На вопрос, как ты чувствуешь, отец, он написал, что я себя чувствую, как бифштекс, который затянут большой корсет и загипсован, потому что я лежу на этих белых, на этих белых, на белой постели, весь в белом гипсе, и чувствую себя очень плохо. Его состояние не улучшалось. Но из-за того, что Гурджиев собирал эзотерические практики, эзотерические техники, он знал, что костная система напрямую связана с огнем, огнем. И он попросил своих учеников разложить огонь, и его прямо на коляске выкладывали, или поставляли его в этот огонь, вернее, подвозили его к этому огню, и он на него смотрел. И очень быстро восстановился. Что это за практика? Необходимо представить, будто вы встаете, заходите в огонь, сгораете, остается только костная система. Она нагревается, и вот такой рики-тики, чики-пуки, не знаю, там скелетик обратно входит в ваше тело. Что происходит? Человек выздоравливает от заболеваний опорно-двигательной системы, костной системы, восстанавливается после переломов. Работает ли это? Невероятно работает. Можно ли, какие существуют еще обряды с огнем? Их миллиард, их даже не миллион, миллиард. Вот смотрите, у человека есть психические заболевания. Как правило, они все находятся, и нервозность, особенно страхи, особенно беспокойство за будущее, особенно там, если нет денег, это все находится в животе. Уже сейчас есть даже исследования, которые говорят, что час нейронов, таких же, которые находятся в мозге, находятся у нас и в пищеварительной системе, желудочно-кишечном тракте. И они тоже могут реагировать, создавать определенные функции и даже чувства, и человек может на это реагировать. И является фактически тем, что может стимулировать появление у человека панических атак или каких-либо состояний, которые исключительно связаны с этим животом. Также паттерны, помните, висцеральные практики Агулова, там, кого еще вспомню, Александера, который говорил о психофизиологических, Аллури, который говорил, что у человека, который очень сильно болеет или у которого есть психосоматические заболевания, у него есть затвердение живота. Цигун знаменитый, вспомним, там Мантыкчия книги или Сьюминтана, ну, особенно Мантыкчия, Цинэйдзан, помните, первая-вторая часть, где он говорил о том, что живот становится твердым, он говорил о том, что существует определенные точки, на которые можно нажимать, там, выгибать руку и выдувать оттуда жар. И он даже устанавливал эти точки, говорил, стимуляция этих, стимуляция этих, ну, и так далее. То есть, целый-целый пласт вот таких знаний или такой науки может рассказать о том, как это все работает. Так вот, существуют определенные методы, это методы быстрого дыхания с представлением, что в животе у вас горит огонь. Если быстро дышать и представлять, будто в животе горит огонь, то панические атаки исчезают. А также у человека исчезает еще и избыточный вес, улучшается здоровье, появляется улучшение, там, либидо растет, у человека появляется желание общаться с кем-либо. Но здесь, во время данной практики, человек дышит, выпячивая живот, представляя, будто там огонь, недолго, одну до трех минут, но окончание должно обязательно быть со звуком хо, а также очень хорошо, во время того, когда вы это делаете, произносить на выдохе звук хо. Это такая вот рекомендация. Это такая эзотерическая практика, она тоже имеет объяснение, является закрытой, ну, теперь вот открытая для вас, пользуйтесь. Сана Оксана, дочке после воды душа, бассейна становится плохо, какая причина? На какие глобальные проблемы с ее здоровьем обратите особое внимание? Обратите особое внимание на ее психическое состояние, а также обратите особое внимание у нее на легкие, потому что обычно легкие, они являются элементом огонь, в случае, если человек получает душ или погружается в холод, то обычно именно огонь больше всего и страдает. Возможно, там есть развитие каких-либо заболеваний легкого, проверьте легкие, посмотрите иммунитет. Видимо, это связано с иммунитетом легкими. Сделайте флюорографию, сделайте магнитно-резонансную, ну и все-таки сдайте развертый анализ крови. Что делать, чтобы решить проблему с долгом, который создала Элина Болосян? Спасибо заранее. Отдать. Что сделать? Отдать. Элина создала, поэтому отдайте. Андрис Айбенбаумс. Если человек, смотрите, как устроена тема. Есть два человека. Один берет, другой отдает. это история двоих. А потом у одного есть проблема, и он подключает третьего человека. Потом между двумя отдача происходит, а третий как бы ни при чем. И вот вы ни при чем. то есть долг, который взяла у вас, она скорее всего отдала тем, кому была должна. У нее своя жизнь. Но какой из этого следует сделать вывод? Следует сделать вывод, что вот это Анита Якускина, там, или еще кто-то. Это ваш долг, Анита Якускина. Решить проблев с долгом, который создала Алина Болосян Аните Якускиной. Анита Якускина, скажите себе, Алина Болосян, какашка, я с ней никогда не буду ни дружить, ни видеться, и клянусь с этого момента, никогда, ни при каких условиях, никому больше в долг не давать. Если так сделаете, махнете на нее рукой, долг отдастся временем. Если будете добиваться, не отдаст. Почему? Это должно вас научить быть умным человеком. Умный человек, это тот, кто делает одну ошибку один раз в жизни. Первый раз и последний. Если вы делаете ошибки вновь и вновь, поставьте тире и признайтесь себе. В чем? Пересмотрите еще раз видео. Там намеки есть. Светлана Алина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Будут ли у меня хорошо продаваться книги? Будут? Нет, не будут. Нет. Нет, нет, не будут. Не будут. Хорошо не будут. Так себе будут. Вы просто так много на это ставите, очень зря. Вообще, хочу вам дать совет. Смотрите. Он настолько ценный и настолько простой. Я заметил такую формулу. Она очень эффективная. Сейчас, в этом мире, люди пытаются зарабатывать. Они пытаются создавать бизнес, они пытаются что-то там делать и так далее. Я вот очень долго думал, почему деньги вкладываются в рекламу, что в итоге находит реклама покупателей, как вообще люди находят людей, почему там кто-то покупает. И я начал смотреть на это все. Я начал замечать, что люди, которые зарабатывают много, есть определенная формула. Это формула, которую я назвал уникальной формулой коммуникации. Я могу на 100% приблизительно, но 99% нужно дополнительно изучать, но хотя бы так научно даже обосновать, даже математически обосновать. Нет у нас сейчас, Славик, здесь доски, я им нарисую формулу, нету, говорит, доски. Вон доска есть, нет фломастик. Можно обосновать даже, почему это устроено, даже математически можно это все обосновать и нарисовать. Итак, я утверждаю, как человек, который занимается эзотерикой, вот так. Я утверждаю, как эксперт в области эзотерики, что человек должен знать, что чем бы вы ни занимались, если вас знает одна тысяча человек, то у вас может быть максимальный доход 1000 долларов. Если вас знает 2000 человек, то максимальный доход 2000 долларов. Но если вас знает миллион человек, то ваш максимальный доход может быть миллион. А если 100 миллионов, тогда над чем нужно работать? Друзья мои, работайте над коммуникацией, делайте все для того, чтобы вас как можно больше людей знало. Сейчас это сделать несложно, делайте это в инстаграме, в тиктоке, делайте в любых социальных сетях, но делайте это прямо пропорционально доходу. Один мальчик у меня был в свое время, я ему говорил, снимай видео, любое делай, чтобы как можно больше людей о тебе знало и так далее. И он занимается рыбой и продает рыбу, он мне сейчас говорит, сегодня отправил мне вот такой кусок рыбы, огромной копченой, красной и синей и зеленой, это я шучу. Ну такой рулет огромный прямо отправил, спасибо кстати, из Одессы. И когда я ему говорил, как у меня бизнес не получается, ничего не получается, я говорю, снимай тиктоки, о чем бизнес, так какие хочешь, ходи по рынку, ходи по своему магазину, снимай рыбу. Ну так я никогда не снимал, так а что тут снимать? Зашел прямой эфир, нажал на кнопку и снимаешь, просто делай это часто, каждый день. Начал снимать, сейчас говорит Андрей Андреевич, я уже не снимаю, но у меня такое большое количество заказов, и меня знают даже те, кого я не знаю. Я иду по рынку со мной, все здороваются, я иду в подъезд со мной, все здороваются. В Одессе такое ощущение, как будто меня вообще все знают, в трамвае знают, в машине, на парковке, на заправках, везде-везде меня знают. Говорит, я даже не знал, что я достигну такой популярности. Я говорю, сколько ты в день снимаешь видео? Он говорит, как вы сказали, я ему тогда говорил, хочешь стать популярным, делай 365 дней каждый день от 5 видео и выше. От 5 видео и выше, минутное, можно неминутное, нет, можно рилсы, если в инстаграме, можно видео, кроме прямых эфиров. Прямые эфиры не особо. Кирилл Андреевский, добрый вечер, Андрей Андреевич, получится ли у меня получить отстрочку от мобилизации? Получится, или идти служить? Получится, получится, получить. Джинтаре Бурсовине. Добрый день, учитель, действует ли прослушивание мантр, так же, как и чтение? Чтение действует более эффективно. Как долго нужно слушать, быть полезным? Ответы, ну, меня не касаются. Я не знаю ответы на вопросы, как долго читать или как долго слушать. Не понимаю этого. Как долго, для чего? Вот знаете, иногда, допустим, человек приходит и начинает лечиться. Вот есть заболевания, ну, давайте, раз мы сегодня уже о легких начали говорить, допустим, заболевания, там, туберкуль... Ну, нет, это совсем сложное. Такое какое-нибудь простое. У человека есть, допустим, кожное заболевание, там, кожное высыпание и псориаз. Вот, псориаз. Человек приходит к врачу и врач говорит, вот, мы можем попробовать такую терапию. Машьте этим, пейте это. И человек говорит, а сколько по времени для того, чтобы мне помогло? Ни один врач не ответит. Он может гипотетически, как рекомендует фармкомпании, то есть принимать по одной таблетке три раза в день, дозировки, там, 50-200 миллиграммов, и принимать это на протяжении одного месяца. И еще у него есть лечебный протокол, в ходе которого по поставленному диагнозу он может назначить еще какие-то дополнительные терапии и так далее. То есть он не знает, почему не знает? А он не знает, как должен среагировать организм. Организм может среагировать хорошо, а может нехорошо. Организм может лечиться, а может нет, может произойти процесс декомпенсации, может наоборот произойти процесс усложнений. И это все может быть, от чего это зависит? От диагноза дебюта, когда он произошел, от, наверное, сопутствующих болезней, от степени заболевания. И от этого очень много зависит, от того, какое лечение получал до этого, правильно ли поставлен диагноз, может не то лечиться. И как организм, у одного организма может, как в таблетках написано, за неделю, за месяц, за год вылечиться, а у другого годами. То есть так же и здесь. Вот, допустим, я беру мантру, которая привлекает деньги, материальное благополучие в жизнь. Ведя мдахи махешвари, самастаматхи дам дыхи дыхими парами швари. Читаю ее 108 раз. И прямо когда читаю, мне приходят деньги. На счета, на карточки приходят люди. Почему? У меня много всего открыто. Есть магазины, заводы, газеты, пароходы и так далее. И это все из-за того, что это масса большая всего наоткрыванного везде, то большое количество может на это все клевать, понимаете. Поэтому все. А если бы у меня никто меня не знает, никто меня не ждет, никто не поцелует, никто. Я открыл интернет-магазин, этот интернет-магазин, его даже гугл не видит. Я сижу у меня в группе, там 4 человека и подписчиков у меня в фейсбуке 8, которых я сам добавил, они еще не добавились. И вот я сижу, положил руки на колени и говорю, так, мне надо продавать вот эти кроссовки, которые я купил, я буду делать большой бизнес. Или я написал книжку, вот хочу, чтобы эту книжку кто-то покупал. Ее никто не видит. Будете читать мантру. Ведям, дыхи, махешвори, самастаматхидам. Да хоть 6 часов. Да хоть 6 часов, да хоть 12 читайте, чудо не произойдет. Но в течение года могут произойти события. Эти события, они могут произойти. Вас кто-то найдет, у вас появится знакомство. Но здесь тоже еще есть нюансы. Знаете, вам позвонят, а вы убегаете от долгов, сбросите телефон и не ответите. А это, скорее всего, был человек, который хочет просто о вас вспомнил, встретиться, ваш там подруг или друг. И хотят с вами встретиться для того, чтобы просто поговорить. А оказывается, у них зять, он там директор какой-нибудь издательства, или там ему требуется кто-то. И так бы пришли, встретились, кофе бы попили, а зяки бы узнали. Потом через месяц бы поговорили, а сказали бы, что вы там книжки пишите. Она бы зятю рассказала через месяц, зять бы сказала, мне нужен журналист или копирайтер. Вас бы взяли, он бы потом почитал вашу книжку и опубликовал. За год бы это произошло. А так ничего не произойдет. Получается, для того, чтобы у человека мантры влияли на то, что человек хочет, нужно много делать путей. Много-много путей должно быть. Много-много путей, много встреч, много контактов, много коммуникаций, много людей, много всего. А люди как устроены, чем больше у человека страхов, чем сильнее человек всего боится, тем меньше шансов у него быть счастливым человеком. Нет шансов. Боюсь говорить, боюсь встречаться, боюсь разговаривать, боюсь смотреть, боюсь претензии. Или создаете впечатление, там с кем-то встретились, сразу же претензии. Вы неправильно мир воспринимаете. Каждый человек имеет право быть человеком, который имеет право на все, что есть в этом мире. И у вас есть это право. Что закрывает для вас возможности? Страхи. Страх. Страхи, страхи коммуникации, страхи общения, страхи... Люди, которые не здороваются с другими людьми, которых они видят первый раз, но я не говорю, в метро нужно со всеми за руку поздороваться. Я в метро не езжу, почему? Я всем улыбаюсь, все думают, что я сумасшедший. Но я настолько тепло отношусь к людям, что если на улице кто-то подходит и говорит, здрасте, мы вас знаем, вы этот... Я говорю, давайте тогда обниматься. Почему я это делаю? Я коммуницирую со всеми. Почему Одесса самый лучший город на земле? В Одессе все друг друга знают. Послушайте, Одесса это мой любимый город вообще. Почему? В Одессе ты можешь зайти и поговорить за жизнь с любым продавцом комсы. С каждым человеком можешь поговорить. Нет более коммуникабельных людей, чем люди, живущие в Одессе и Одесской области. Где угодно, за что угодно, с кем угодно можно говорить. Если ты разговаривался с кем-нибудь, этот человек говорит, здрасте. Человек останавливается и говорит, здрасте. И как дела? То нормально. Это везде так происходит. Но если этого нет, то перед вами 100% не Одессит. А так заходите на рынок, со всеми можете поговорить за жизнь. Что хотите, можете. А ездите, если вы будете ехать в трамвай, то узнайте все новости, которые есть вообще, где хочешь. Почему? Самый коммуникабельный город. Почему? Коммуникация. Есть возможности. Коммуникация есть возможности. А сейчас коммуникация есть еще в интернете, она есть еще в фейсбуке, инстаграме. Боже мой, как вы еще умудряетесь быть бедными людьми? И о вас еще до сих пор никто не знает. Я когда-то девочке сказал, она, я не могу выйти замуж, снимай в тиктоке. Я такая, я такая, я такая хочу замуж. Я такая хочу замуж. Я такая хочу замуж. Она замуж не вышла, но зато стала популярным тиктокером. Хотя, наверное, уже вышла. Полина Израиль, являясь ученицей школы, волнует вопрос. Подскажите, после шумового кода ощущение головокружения это нормально? Спасибо большое. Когда человек начинает заниматься кодами и шумами, вокруг него раскручивается энергия. И, как правило, поднимается давление. Почему? Когда у человека поднимается давление, это говорит о том, что он что-то не принимает в свою жизнь. Что не принимает? Смотрите, как все устроено. Я хочу материальное благополучие, но для того, чтобы у меня оно появилось, я должен стать более коммуникабельным. А я не хочу. Я хочу быть таким же какашкой, смурным, хмурым, вредным, всех ненавидеть и ко всем иметь претензии. И хочу, чтобы деньги мне сами приносили, отдавали и пошли в попу. Пф, там ужасом я мылю сегодня. Так вот, после этого происходит вот что. Ваше полотно растягивается и у вас поднимается давление. А что нужно сделать? Необходимо полотно собрать. После того, когда вы поделали такие коды, то сделайте так. Складывайте кулаки и вот такие делаете движения. Как будто в себя что-то впихиваете. Что вы впихиваете? Вы обратно полотно собираете. Потому что ваше полотно расширилось, раскрутилось и начало давить вас. И для того, чтобы оно вновь собралось, вам необходимо его на место поставить. Или измениться. Видимо, что-то, что происходит, оно должно вас привести к изменениям. Почему давление повышается? Когда изменения базальные, когда изменения центробежные, когда изменения связаны с вашим основанием характера, тогда что-то происходит. Допустим, у меня был друг, он Игорс, он из Литвы. То он читал, сразу же слушал шумы и читал коды. Я ему говорил, а зря ты это делаешь. Он говорит, я без работы, я хочу решить все свои вопросы жизненные и так далее. Вот он читал год коды, с ним ничего не произошло, но жену сделали министром на ровном месте. Он еще год читал, и у него начало подниматься давление 220 на 120 и так далее. Но у него было качество, он был очень злой. Очень злой, прямо очень злой. То есть этот человек создавал вид такого прекрасного, теплого, хорошего человека, но внутри был злой. Почему я это заметил? Потому что он все время жене шипел. И не так, и не так сидишь, и не так говоришь, и не так. И это не так, и это не так. И дети с ним сидят, он и не так сидит, и не так не ешь, и тарелку не ставь, и убери. Не ходи туда, не делай так. Почему так оделась? И вот я как-то с ним отдыхал, и с ним еще двое его детей и жена. И он к детям этим, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и вредный. Говорит жене, давай будем петь. Она говорит, да я не хочу петь, я хочу спать. Я сказал, будем петь. Все, пусть все слышат, что мы знаем литовские песни. Будем петь. Потом рычит на нее с утра до ночи, я рядом с ними жил с утра до ночи. Он утром встал, и бубу-бубу-бубу-бубу-бубу-бубу. Не кричит на нее, пилит ее. И не так выглядишь, и волосы не те, и одежду не так одеваешь. И так ты не такая. И вот снова сгорбилась, нет, снова выпрямись. И что ты на носочках, и ты не на носочках, и туфли не такие, и обувь не такая. И такая, не такая голова, не такая, и глаза не такие. Лучше бы накраситься этим, не крася, волосы не так. И что ты чавкаешь, а виноград не ешь, ты и так толстая, ты и так худая, ты здесь худая, здесь толстая, пальцы у тебя кривые. Ужас какой-то. Прямо гусь щипающий бесконечно. Гусь какой-то, а не мужик. И начал читать еще мантры эти, знаете, начал делать. И что произошло? Давление начало подниматься. Почему? Злость. Она такой палкой какой-то нереальной стояла, прямо как, знаете, бичом каким-то, кочергой, разогретой внутри его тела прямо. И у него, он обратился к врачам, и они удалили ему желчный пузырь. И у него перестало подниматься давление. Конечно же, многие не видят здесь никакого, наверное, никакой аналогии. А я как эзотерик, занимающийся эзотерикой, знаю, что система человеческая, она устроена по принципу, злость накапливается в желчном пузыре, непереваренная злость, она приводит к холециститу, злость печати, когда человек говорит, какашка, и потом уже его переубедить в этом невозможно, приведет к камням в желчном пузыре и так далее. Ну и удалили ему, ему сразу легче стало, и характер изменился, видимо, со временем и так далее. Ну и он лучше, и лучше самочувствие, и лучше начал относиться и там, и теплее, и все остальное. И скорее всего, именно это и послужило сохранить семью. Почему? Я был бы его женой, в жизни бы с ним не жил. Почему? Так вредный такой ужас. Правда ли, когда говорят, что если ты наступил накал, или на тебя птичка накакала к деньгам? Конечно. Выйду ли я замуж в этом году? Нет. Аленушка, подскажите, рассматривая переезд с детьми из Германии в Болгарию, стоит ли переезжать? Будет хорошо для меня и детей? Да. Будет, лучше будет в Болгарии. Спасибо за прекрасное время. Пожалуйста. Доброго вечера, пани Тапановы. Дякую, мистер Руслан. Юлия Пархоменко. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя любимая теща сказала, что нельзя и некрасиво, обращаясь к людям, говорить здрасте. Говорит, что так некрасиво. Поэтому я хочу вам сказать. Простите меня за то, что я говорю здрасте. Я говорю здрасте для самых близких, самых родных. А здравствуйте для всех остальных. Поэтому заранее... Извините. Сегодня я прочитал очень большое такое сообщение. Андрей Андреевич, почему? Андрей Андреевич, почему вы не разговариваете украинскую мову? Бо вы украинский блогер, вас дуже багато людей чует. И повинны вы на украинской мове спілкуватися и так далее. Я хочу вам сказать. Существует креольский язык. Слышали о таком? Креольский язык – это язык, который возник неважно как. Была страна, в которую завозили в большом количестве разных людей с разных стран. Это были и индусы, и были африканцы из разных, и так далее. И они очень долго жили. И умудрились свой язык начать создавать. И появился некий креольский язык. Так вот, я хочу вам сказать, что на протяжении… Есть статистика, она, эта статистика, она известна. В этой статистике говорится о том, что во всем мире сейчас из 6 тысяч языков и наречий, которые существуют, перестали на протяжении 100 лет разговаривать. Было 18 тысяч, осталось 6 тысяч. И говорят уже так, что, скорее всего, за неимением необходимости, уже спустя 100 лет, количество языков, на которых разговаривают в этом мире, останется не более 200. Почему очень много людей сейчас изучают английский язык? Почему? Немецкий язык – почему? Почему? Потому что удобно, потому что программное обеспечение на английском, потому что фильмы на английском, потому что везде все надписи на английском, потому что при путешествиях на английском. Я хочу вам сказать, это, конечно, все прискорбно, но, скорее всего, через 100 или 200 лет мы, возможно, окажемся в такой ситуации, когда на нам привычных языках, на которых мы сейчас разговариваем, скорее всего, никто разговаривать не будет. Поэтому нужно ли знать язык? Несомненно. Можно ли изучать язык и держать этот язык, и сознавать, и осознавать? Конечно. Вообще, язык – это самая большая ерунда, которую можно придумать. Объясню вам, почему. Никто никогда не обращал внимания на язык, на котором разговаривает другой человек. Обращает внимание на людей. Не было этого никогда в нашей стране. Я надеюсь, этого и не будет. А вот на что нужно обращать внимание, хочу сказать. А хорошо было бы обращать внимание на пенсионеров, у которых низкая пенсия, на военнослужащих, которые пришли сейчас с войны, которым необходима материальная поддержка, материальная помощь. То есть важнее язык? А по моему мнению, нет. По моему мнению, важнее помогать таким людям. Вот это важно. И не языковые проблемы решать, а проблемы пенсионеров, проблемы больных детей, проблемы аутизма. Вы знаете, что в этом мире на сегодняшний день, есть, я сегодня буквально статью такую читал, и там говорится в этой статье, что скорее всего аутизм является следствием генетических заболеваний родителей. Я что-то не могу понять. До 1941 года, до 1940-х годов XX века, аутизм как заболевание, а также заболевания такие похожие на аутизм, они были один ребенок на миллион человек. А сейчас у нас...